Валерий Курас Валерий Курас Давайте помолимся Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия Сейчас мы с вами повторим стихи из Библии, которые мы до этого учили Первая Фессалоникийцам 5.18 Хором произносим, и кто может по памяти руку поднимать? За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе Этот стих мы проходили с вами, когда была тема у нас Как угодить Господу И один из пунктов был, чтобы угодить Господу, нужно за все благодарить За все благодарить Не только за то, что я хочу поблагодарить, а за то, что За все, что у нас происходит в нашей жизни Даже порой, казалось бы, не очень хорошей ситуации Вот я что-то хотел или хотела сделать Готовилась, и там раз что-то не получилось Сорвалась поездка Или какое-то дело, намерение произошло И как я могу за это благодарить Я хотела по-другому, а получилось вот так Куда-то опоздал человек Не полетел на самолете или еще что-то Произошло, кажется А нужно остановиться и поблагодарить Господа Может быть, именно на это была воля Божия Сколько раз люди говорили, что чудом А вот просто чудом спасли себе жизнь Опоздали на самолет, а самолет разбился Или куда-то не пошли, а там случилась беда Или нехорошая там какая-то встреча могла быть Или еще что-то И Господь их сохранил Ногу сломал, не пошел там кто-то на вечеринку А на этой вечеринке там загорелось кафе И половина людей сгорели А этот ногу сломал, переживал, что не попадет Да его Господь остановил от этого всего, понятно? Поэтому в каких-то вещах, когда мы думаем, что все плохо И не так, как мы хотели Нужно все равно найти в этом промысел Божий И поблагодарить, за все благодарить Даже когда кажется, что что-то не получается Но там тоже нужно найти пользу, которую Господь хочет для нас донести За хорошее, за плохое Плохое оно нам кажется плохим А может быть это самое хорошее, что для нас Господь сделал Понятно? Вот я вам рассказала ситуацию Теперь понимаете Вот, за все нужно благодарить А уж за то, что Господь нам дает какие милости и щедроты Тем более не забывать благодарить Кажется, ой, ну за что его вот благодарить? Ну, за здоровье поблагодарили А дальше оглянитесь вокруг За природу За мирное небо Посмотрите, сколько у нас на планете сейчас В каких местах идут и военные столкновения И люди гибнут И болезни такие существуют, что вылечить не могут И голодают, до сих пор на планете есть места, где люди реально голодают Просто хотят есть и умирают от голода Поблагодарите, что вы живете в такой хорошей стране Ни один из вас ни одного дня не голодал Что мало того, в избытке все В достатке Ну найдите в этом, поблагодарите Найдите, за что можно благодарить Оглянитесь вокруг и найдете До вечера будете, перечисляйте, не перечислите За родителей За то, что у нас есть храм За батюшку Вот представьте на секунду Батюшки нет, что дальше? Или храма нет Вот всегда каждый день молимся Чтобы Господь сохранил наш храм От воров, от пожаров Вот нет храма Вот куда в следующее воскресенье мы пойдем? Благодарите, Господь хранит Милостью Своею Хранит здесь наш храм Без сторожей, без всего Он у нас здесь целый, невредим Уже более 20 лет этому помещению Вот и Когда начнете думать А за что можно Бога поблагодарить И прославить Господа То конца и края не будет И Господу это угодно Мы с вами угодно Это, чтобы Бога благодарили Когда очистились прокаженные Вопрос задают Они 10 ли очистились? Почему только один пришел поблагодарить? Они от радости-то побежали домой Там, да, в семьи свои, наверное, прокаженные Болезнь какая страшная, серьезная А вернулся только один и поблагодарил А потом уже там пошел в свою семью И его поступок был угоден Господу А с теми людьми, может быть, из-за их неблагодарности Господь их лишит и еще какую-нибудь более тяжкую болезнь нашлет на них Понятно? Они истерились, получили желаемое Побежали, забыли поблагодарить того, кто им сделал Это мы говорим о том, чтобы благодарить Господа И людей нужно благодарить Людей, которые что-то вам где-то, какой-то сделали добрый поступок Или просто что-то для вас делают В том числе родители, братья, сестры То есть не только Бога прославляете В каких-то особенно положительных моментах у вас в жизни произошло И Бога в первую очередь поблагодарите И людей, которые как-то в этом участвовали И вы понимаете, вы через это становитесь угодны Господу За то, что вы просто благодарите Вы никаких даже добрых дел не сделали А поблагодарили И вы уже стали угодны Господу Уже на одну ступенечку выше себя подняли Приблизили к Богу Так Из псалма мы с вами учили Тетя Галя нам песню пела Давайте Как хорошо и как приятно жить братьям вместе Псалом 132, первый стиль Задание Ты выучила его, да? Ну-ка давай по памяти говори Как хорошо и как приятно жить братьям вместе Как хорошо Хорошо же приятно всем вместе жить Вот мы собрались, мы живем вместе Вы все друг друга Вот все друг друга, вот вы, ребятишки, знаете С самого, вот первого дня рождения Все здесь родились Все здесь до одного крестились Вы друг друга знаете А почему говорят братьям? Ну в Библии под братьями подразумевает Мы сейчас подразумеваем, что это и братья, и сестры То есть всем вместе нам жить А у нас тут сестер-то больше Но все мы вместе, мы все равно братья храма сего Братья Мы все Братья и сестры Вот Тема была у нас о войне О врагах А я говорю вам Давайте все вместе А я говорю вам А я говорю вам А я говорю вам Это другое Я первое слово увидела И не то сказала Да, этот стих о том Чтобы не говорить лишнего И прежде чем что-то говорить Очень серьезно нужно подумать Часто люди, особенно в порыве эмоций Говорят И из них выходят такие слова О которых Слово не воробей Вы не поймаешь, да? Воробья легко поймать, если он вылетит? Попробуйте воробья поймать Не поймаешь Ну воробья Ну чисто теоретически Можно поймать, правильно? А вот слово Это даже еще хуже, чем воробей Его даже теоретически не поймаешь Ты его произнес, все, оно уже ушло Уже назад машину времени не включишь Не отмотаешь И не промолчишь в этот момент Понятно? То есть воробья еще хоть как-то можно поймать Слово не поймаешь никак И как это все серьезно Скажешь и от слов своих ты осудишься И пред людьми осудишься И пред Богом осудишься Так Про слово Божие Тоже из псалма Сердце моем Соклю я Слово Твое Чтобы не грешить перед Тобой Поля наизусть его произносит Чтобы не грешить перед Тобой Чтобы не грешить То есть нужно Слово Какое слово? Слово Божие знать, да? Если будешь знать Слово Божие Будешь знать закон Значит ты его не будешь нарушать Вот люди, которые не знают законов Но они не знают, например, что нельзя брать Да, там чужое Они берут, они не нарушают законы Потому что они этого закона не знали Поэтому, чтобы не нарушать Надо знать правила Надо знать законы А где законы написаны? Наши христианские правила Мы их все черпаем из Библии Слово Божие И поэтому нужно изучать Слово Божие Чтобы не согрешить Вот про врагов Это я перепутала, давайте А я? Когда я говорю вам Любите врагов ваших Благословляйте пропоминающих вас Благословите и на видящих вас И молитесь за ближайших вас И для наших вас Представьте, не только любить Но еще и делать что-то для них, для врагов И молиться за них И благотворить Благотворить То есть творить добрые дела Как это тяжело Представляете? Вот на какую высшую ступень Христианство поднимает человека Не просто Вот поссорились два человека Или там война между ними Нужно не только просто простить И отпустить Не думать о нем И не мстить ему Нужно его полюбить Молиться за него И еще и добрые дела ему сделать Благотворить Он тебя ненавидит Ненавидящим вас А ты ему сделай добро Какая еще вот Есть спорят Какая религия лучше Или еще что-то На христианство посмотрите Как поднимает человека На какую высшую ступень Добродетели, благодетели И как это тяжело Но христианство нас учится И мы должны стараться Стремиться к этому Потому что это очень-очень тяжело За врага Он ненавидит Да еще за него молиться Да еще ему добрые дела сделать Вот это наше Стремление должно быть Вот такими-нибудь христианами Вот мы с вами В тот раз прям скользь-скользь Скоснулись темы Я все-таки решила вернуться к ней И подробно ее разобрать Сегодня вот у нас часы подольше будут читать Про Я вам рассказывала Что вот я в школе шла Там по ограде Девчонки шли Не старшеклассницы даже Матерились так Вообще шли такими словами С друг другом Хи-хи-хи Вот это у них видно Что это у них уже От зубов отскакивает Это у них постоянно В их речи присутствует То есть Для связки слов Как они говорят Связывают с предложением И запросто Вот такими матерками Заменяют глаголы Существительные И так далее И вот я подготовила Выбрала И Иоанна Златоуста И из Вот у Ивна Тихнача Были ответы на вопросы Про Матерные слова Отовсюду я набрала информацию Вот хочу с вами разобрать это Ну все понимаете Не надо объяснить Что такое матерки Что такое ругательные слова Знаете, да? Вы учитесь в обычных школах Не в каких-то там В рекреациях Где Не видите неверующих людей Вы ходите в обычные Светские школы Вы это все Видите И слышите Все эти слова Машенька Сюда Лед Не ложись на стол Я вот там не вижу ни Ваню Никого Потому что их всех закрыла Нестор, слушайте внимательно Ты выписываешь слова из Гиблии Да Ну все равно слушай Скверные слова Матерные слова Ругательные слова Все признают Что это плохие слова Ну Как-то находят себе оправдания Чтобы их использовать Все равно используют По слову Иоанна Златоуста Матершина Является навозом Который наполняет кадильницу Вот в кадила Что добавляет священник Ладан Ладан добавляет Это специальная смола Да Ароматическая такая Приятно пахнет И ладан Когда он воскуряется в кадильнице Он что олицетворяет Нашу молитву Которая поднимается кверху Что мы молимся И наша молитва идет Господу наверх Да И вот А здесь Наполняющий кадильницу Навозом Иоанн Златоуст говорит Вот как Иоанн Кроштадский Говорил про сигарету Называл ее дьявольской кадильницей Кадильницей дьявола Сигареты Курящие люди Мы с вами о табакотурении Проходили материал То Иоанн Златоуст называет Матерщину навозом Который наполняет кадильницу Это особый злой демон Которого изгнать очень трудно То есть такой порог в человеке Такой грех Который трудно изгоняемый Привыкшие к гранным словам Люди В которых укоренилось это Делают эти слова привычные Они у них как бы вылетают Прям как запросто Да Из слов Они уже даже некоторые слова И не замечают Произносят Эти люди Не смогут Научиться Чистой молитвой Если люди используют Эти слова матерятся А потом говорят А я не могу молиться Вот я не могу к Богу приблизиться Вот Я люблю материться Или мне хочется материться Да Там Нравится То Этот человек Никогда не сможет По-настоящему Помолиться Чистая Настоящая молитва Никогда не выйдет Потому что Как может из одного источника И грязь идти И чистая молитва Не может такого быть Правильно? Как это так? Да? Этот человек не сможет Быть благовестником И По всей строгости Он даже не имеет права Матершинники Ругательники Вот эти Они не имеют права Даже причащаться Причащаться не имеют права А некоторые говорят А я вот матершинник А я и причастился Да? Как так? Сходил в храм Подошел к причастию Причастился А вот одному святому Было такое видение Он видел Что Который вот Ну совсем Недостойные причастия Подходил ангел И невидимо Невидимо Видимо Да? Человек причастился Получил причастие А невидимо Ангел Уносил причастие Потому что Ну нельзя Это такая святыня То есть Обман происходит Когда люди Бога пытаются обмануть Не раскаялись в грехах Продолжают И намерены Осознанно Дальше продолжать Не просто человек Раскаялся И больше никогда Не буду материться Все И он это твердо решил Или кто-то курить У нас даже вот один был брат Он есть у нас брат в общине Который в один момент Сказал Я курить не буду Вытащил пачку из кармана Бросил ее в мусорку Когда к Богу обратился Все Он достойно пойдет Причащаться Он достойно Потому что он Покаялся в этом грехе Остановился И больше этого Никогда не делал Уже почти 30 лет Прошло с этого момента И не делает А тот который Не раскаивается В этом грехе И говорит Матерился И буду материться И хочется материться И нравится материться Но идет причащаться Или еще какой-то другой грех Это недостойно идет Недостойное причащение Что Полина А Ангел Сказала Что Который Недостойно Причащение Что Бес В рот Крадет Угли А Который Недостойно Причащение Ангел Крадет Это Тело Господне Тело Господне А тот кто Недостойно Причащается Что Ангел Вместо Причастия Угли Это тоже Святому было Такое видение Он видел Как на самом деле Происходит Угли Вкладывал В рот Человеку А человек думал Вот я Причастился Ничего там Не получается Недостойное Причастие А в Евангелии На что написано Кто недостойно В Библии Написано что Кто недостойно Причащается Ваня О недостойных Причастниках Что сказано Ну Нестор Давай ты у нас Богослов Что болеют И еще и умирают Да Кто недостойно Причащается А потом Ой что то болит Там болит А недостойное Причащение было Все серьезно И недостойно Причащаться Христовых тайн О матах О матерках Говорят Что они якобы Им необходимы Для связки слов То есть Мерзость Связывают Гнусностью То есть говорят Что то ругаются Да еще и Приправляют Эти ругательства Вот этими матерками Для связки слов Из одного источника Не может истекать И сладкое И горькое Потому что Там все пропитано Горячью Матерками Из уст Матершинников Это Уста Скверный И они называют Пасть Такие слова Даже Хайло А язык Называют Помелом То есть они Такие слова Используют Что просто Ужасные Это еще Самые Приличные А если еще Там используют Не буду даже Говорить Какие слова То это вообще Ужасно И это все Исходит Изнутри Человека Изнутри Человека Такой человек Развеерующий Может так Такими словами Пользоваться Не может Теперь мы дальше Еще разберем А верующему То что делать Дух Руганий Дух Матершинник Особый злой Дух Матершинник Постоянно Матерится За каждым Словом У него Идут там Разные Буквы За каждым Словом Мат Это не сам По себе Человек Делает Это целое Вместилище Демонов Которые Живут Внутри Него И заставляют Его материться Хулить Имя Божие И хулить И ругать Свою мать По матери Матерки Это делают Это Мы С вами Занятия У нас Проходили О семье И там Мы разбирали Сколько слов Из Библии Какое должно быть Благоговейное Отношение К родителям К отцу К матери И как человек Проклятие Она себя Собирает Если он Что-то плохо Скажет Или сделает Своим родителям Если он живет В непослушании И наоборот Как Господь Благословляет Тех Которые Заботятся Своих родителей Слушаются Своих родителей Если хочешь Долго жить Помните Мы песенку Учили На земле Уважай Своих родителей И Ефесянам 61 Мы учили О почитании Родителей О послушании Родителей И Господь Таким дает Долго День На земле То есть Долго Живут И у них Все хорошо И там Даже где-то Мы читали Что И какие-то Даже Людям Грехи Прощаются Если они Почитают Своих родителей Никогда Ни дерзко Не отвечают Ни резко Ни Не дерзят Ни огрызаются Сколько благ Человек Может За счет этого Получить Если не будет Так делать И наоборот Сколько проклятий Если он Плохо Говорит о родителе А матерки Очень часто Связаны С именем Мамы Представляете Мама Песенка Мама Первое слово Главное слово Мама Мама А тут матерки Тоже мама По матери Что? Тебе плохо? Тошнит тебя Или что? Иди на кроват Иди на кроватку Поля Выпусти ее Иди ложись Разуйся Только Ладно? И Представляете Это вот Кто мог Такое придумать Чтобы взять Имя мамы Имя родителя Которая родила Которая Скормила ребенка И потом Ее использовать Как всякие Гнусные матерки И оскорбления Да? Кто мог Это придумать Агнюша? Кто так все Вывернул Извратил? Я знаю Кто? Бесы Сатана Так придумал Ну не мог Вот за всеми делами Стоит Либо Ангел Либо бес Да? Вот за этим Кто мог стоять За спиной Этого всего? Конечно бесы Бесы Это все придумали Чтобы хулить Имя своей Мамы Дьявол Оскверняет Всю речь И весь словарный Запас Дьявол За всем этим Стоит Некоторые говорят Он талантливый Такой Он такой Талантливый Это ему От Бога Талант Он там Такие стихи Пишет И все А пишет Матершинное Все пишет Стихи Там даже Есть Песни Сочиняют И говорят Там такой Талант От Бога Талант Да как может Быть от Бога Этот талант Когда это Богу не угодно За этими матерками И руганью Дьявол стоит Это талант От дьявола А вы что думаете Что у дьявола Силы нет Да у дьявола Такая сила Такая мощь Он такие Дела может Творить И такими Анти Ну в кавычках Талантами Наградить человека А говорят Нет Если такой талант Это только от Бога Это от сатаны Такой талант Материться Такими Трех Четырехэтажными Там словами И при том Что вот я даже знаю У меня один знакомый Там был в деревне Ой матершинник Там Вот Все говорит И все с матерками С матерками Хочется просто бежать Куда-то подальше Потому что Ну просто Ладно там Где-то одно выскочило Там перетерпел уже И все Ну тут там страшно И вот он Однажды пошел Там надо было ему Идти в администрацию И Там Походатайствовать Там что-то Какой-то вопрос Решить Серьезный И вот ему значит Говорят Ты не матерись Ты Нормально Можешь говорить Конечно могу Хорошо Говори Не матерись Зайдешь в кабинет Как Все Родственники его наставляют Как он должен пойти И как он там должен говорить Ну вот если Человек уже Вот написано Это вместилище демонов Которые заставляют материться Он зашел Начал-то он вроде как нормально Но потом разошелся И опять как матерки посыпались Там люди глаза закрывают Там Ой Уже закрывают Ну не сможет он Потому что Бес сидит внутри Он так вертит человеку Он не даст ему Без матерков разговаривать Там матерки сыпались Будь здоров Потом Не смог сдержаться Вот все силы приложила Сдержаться не смог Потому что бес крутит этим человеком Страшный бес Очень тяжело изгоняется Этот злобный демон Люди давным-давно заметили Что злое слово может убить А доброе слово Как говорят в народе И кошке приятно Еще давным-давно Владимир Даль Владимир же его звали Да? Кто составлял? Вань Словарь Владимир же Даль Владимир Даль Да его звали Какого? Даль Владимир Да Владимир Иванович Владимир Иванович Даль Записал в своей знаменитой словаре Поговорку Датчанин Добавить Вот что То есть он не русский Конечно Обрусевшее его семейство Все здесь И он так любит русский язык Как наши сами не любили никто Он создал знаменитый словарь Даля Все слова которые есть Представляете это тысячи слов Собрать Объяснить Растолковать И он в своем словаре записал Слово не обух А от него люди гибнут Вот казалось Обух Знаете что такое обух Что такое обух Тыльная сторона топора Обух Да Представляете Это тяжелое Это место Обухом Если ударить человека Можно его убить Нет Конечно Очень даже легко Тяжелый Друг Пушкина был У раненого Пушкина Прибывал до самой смерти Упостили его Он у всех кучеров спрашивал Как на вашей области Разговаривать Как здесь все записывал И записывал Каких людей Бог давал в Россию А мы проспали все это Вот как сейчас я гляжу Вот занимаюсь А кто чем занимается Это ни в Китае Ни в Англии Нигде не позволят так сидеть Вы дату сегодня Я сегодня скажу про это вам Вы вот занятие идет А вы записываете Дату написали И пишите тема Вот когда написал Даль Я приду домой По интернету Узнаю Кто такой Даль До конца узнать Это пример Это труженик Владимир Даль Который любил русские слова Записывал словарь Составлял Толкование Писал этих слов Словарь Даля Толковый Заменитый Он Огромная тяжелая книжка И вот он говорил О том что словом Можно убить То есть Слово не обух От него люди гибнут А от него люди гибнут Обухом можно убить И Словом можно убить Так человека расстроит Многие узнают Когда какую-то Неприятную вещь Или какую-то Оскорбили их Или еще что-то У них сердце Складывает И умирает И это Это очень много Там у примеров Представляете И все И запускается Такой механизм Давление там повышается Это уже дальше Там ученые Объяснят Как это происходит А начало От того что Слово услышал Новость услышал Какую-то То есть От слова Можно умереть Мы живем В мире Где бранные слова Можно услышать Везде и повсюду При этом Многим кажется Что это даже нормально И в этом нет Ничего особенного И даже начинают Смеяться И улыбаться Представляете Там бес Человека крутит Эти матерки Из него лезут Ребенок При том что Матерится А людям Это смешно Да это не смешно Уже запели Что-то быстро Ладно Немножко мы не разобрали Но я в прошлый раз Вам сказала Как еще ученые Доказали На таком физико-химическом Дома перепишешь Я Сумку положу На физико-химическом уровне Бранные слова Матерки как меняют Волна какая-то идет Меняют Состав Там валентность Там еще что-то Изменяется Сам организм Даже на генетическом уровне Влияет Представляете Бранные Ругательные слова Меняют Строение Химико-физическое Состояние Клеток ДНК Кромосом Геном Меняется Поэтому Если вы Находитесь В компании Матершинников Выйдите Из этой компании Не в компании Имеется ввиду Находите в помещении Идут матерки Не надо даже присутствовать Если есть возможность Встаньте Уйдите Выйдите Не слушайте И с такими уж Тем более людьми Не водитесь И не общайтесь Слышите И сделайте так Покажите Что при вас Материться не будут У нас вот была На работе матершинница Но она знала Я верующая Все что при мне материться И если у нее вдруг Матерок вылетал Я ей замечания Это не делала Но она понимала Она сразу Сматериться Сразу раз на меня Сразу взгляд Что она что-то Не то сделала И уже Ой Ну я это И вот как-то даже Там Она не извинялась Конечно Но ее смущало Мое присутствие Она при мне Старалась Не материться Практически никогда Очень боялась Понимаете Потому что И вы так же Себя должны поставить В коллективе Что при вас Не матеряться А если матеряться Выйдите из этого Коллектива Просто за дверью Дети или еще Не слушайте матерки Они разрушают вас Их разрушили Вас разрушат Понятно Ну все Запомните Это больше Таким образом Не собирая Как у нас Это больше Таким образом Я ее закрыла Дома Ручку Выс tusker Высшли Пусть здесь Лежат Она возьмет Пусть здесь Пусть 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 Благослови, Господи, Господи, всякий вайбок на всяком месте, владычка его. Слава, святому духу, имени пресны, в веки веков, аминь. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благослови мне все Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь, спаси Сыну и Святому Духу. Аминь, душа моя Господа, Боя Свою Господа, в животе моем, Боя Богу, моему дом, где же есть, не родитеся, как князина, сыны человеческие, в нежене спасения. И из Иисусе Христе, Сыне Божий, возвратиться в землю свою, в той день погибнутся помышления Его, благослови мне все Господи. 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 Господи, Святой Трестер, Сыне Божие, помилуй нас. Аминь. Господи, Святой Твоей, помилуй нас, Господи, и добрый дешево, Царствие Твое. Блаженни, нищие духом, як отехи царство небесное. Блаженни, младчущие, як отехи утешаться. Блаженни, колодцы, як оти наследят землю. Блаження, чущие, жаждащие правды, як оти насытятся. Блаженни, милостиви, як оти помилого не буду. Блаженни, честие сердце, як оти благоузрят. Блаженни, милотворцы, як оти сынови Божии нарекутся. Блаженни, милостиви, как оти наследят землю. 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 Блаженни, милостиви, как оти наследят землю.